Друзья, всем большой привет. Рад приветствовать вас на канале. Мы начинаем новый влог. Мы с Андрюхой приехали. Андрей, ты куда приехал? А что ты выбираешь? Игрушки? Посмотрите на лицо этого довольного ребенка. Мы были сейчас на сеансе физиотерапии для того, чтобы вылечить окончательно нос. И вот к награду пришли в детский мир. У Андрея тут просто разбегаются глаза, он ходит и просто не знает, куда себя деть, чтобы выбрать, чтобы найти. Просто огромное многообразие игрушек. Чую я, что мы здесь надолго, пока мы определимся с тем, что мы хотим. Время пройдет очень-очень много. Вот, Андрюш, смотри, вот это кто из суперкрыльев? Дизи. Дизи? А вот это Донни. Донни. Донни, да, желтый? Донни. А это вовсе. Вовсе. Друзья, я решила тут с вами поделиться. Смотрю сейчас новый сериал. Называется «Если сильно полюбишь». Тут в главных ролях снимается вот эта вот турецкая актриса и «Серкан Балат». Вот. Мы с Андрушкой его смотрим, потому что Андрей сидит со мной дома, ему, собственно, никуда не деться. И он уже знает всех героев этого сериала. А это нянька. Кто? Как ее зовут, Андрюш? Вот этого? Нет, няньку как зовут? Лейла. Лейла. А вот этого? Да, мой ребенок, он заложник турецких сериалов вместе со мной, как и я. Поэтому вот, если вам интересны такие легкие турецкие сериалы, то вот советую посмотреть. Мне вполне заходит. Мы собираемся уже активно в Новосибирск. Завтра утром выезжаем. И, как я уже говорила раньше, я еду на мастер-класс к визажисту Пони Рома. У меня здесь уже готовая сумка для того, чтобы наряжаться, собираться. Здесь у меня косметичка. Я сняла отдельные шорт с видео со всем содержимым своей косметички. Ну и здесь какие-то пробники, расческа, фенщетка, дезодорант, что там, какие-то мыльно-рыльные средства, зубные щетки на всю нашу семью. Так что я уже почти собрана и в большом-большом предвкушении. Осталось решить, что же я буду одевать, какую одежду. Итак, друзья, мы выходим из города. Мы ездим в Новосибирск. Закупились несколькими пачками разных пармеладок. Есть такая традиция. Когда мы, когда я еще училась в школе, когда мы куда-то ехали на дальнее расстояние, мы всегда покупали водичку, пармеладки, какие-то сладости. Очень ели по дороге, болтали. И, в общем, какое-то такое вот приятное воспоминание из юности у меня. И вот мы продолжаем, собственно, эту традицию. Время у нас сейчас 8.54. В Новосибирск мы должны приехать до 2 часов. В 2 часа у нас заселение в квартиру. Мы сняли однокомнатную квартиру на улице Сибирской. Недалеко от, собственно, того места, где будет проходить мастер-класс. Мастер-класс с фонером. Вот. Поэтому я в большом-большом предвкушении. Вечером нас ждет встреча с родственниками. Так как в Новосибирске много родственников. И надеюсь, что все будет хорошо. Но мы едем. Дорога заснеженная. Вот походе у нас минус 5 градусов. Вот. Как-то там едем сейчас как раз за каким-то большим образом. Так что нам удачи на дороге. Как приедем в Новосибирск, обязательно вам сделаем рум-тур по нашей квартире. Мы приехали в Новосибирск. У нас первая остановка до Астрохол. У меня здесь Том-Ям. Андрюшке заказали лапшичку из турецкой кухни с какими-то говяжьими котлетками. И у Стаса раман. Мы с попушем и поедем заселяться уже в нашу квартиру. Все выглядит очень вкусно. Итак, ну что, рум-тур по нашей квартире. Значит, вот это вот прихожая. Здесь шкаф, здесь наши вещи. Как-то называется это правильно. В общем, место, где ее разуваются, где можно присесть. Дверь в ванну с туалетом. Просторная. Достаточно ванна с туалетом. Ванна, раковина, собственно, туалет и стиральная машинка. Вот. Дальше. Выходим и попадаем в такую вот небольшую комнатку. Здесь комната-студия, здесь кухня, чайник. Все необходимое есть. Печка, там микроволновка, холодильник. Муж вот прилагается. Тоже. Вместе с квартирой ребенок какой-то бегает. Да, Андрюша, ты опять сейчас наставишь там эти... Кондиционера. Мы однажды приехали с Андреем в гости к моему дяде. И он настроил кондиционер, натыкал маленький. В общем, Цельсия, градусы Цельсия перестал на Фаренгейты. В общем, мы там забучились потом перенастраивать этот кондиционер. Поэтому, Андрюша, так не шути. Вот. Значит, просто двуспальная кровать. Балкон, сушилка здесь. Собственно, диван. И давайте выйдем на балкон. Сейчас мы что-то на балконе. Ну, просто вот обычный балкон с видом. Ничего особенного. Поэтому вот такая вот простая квартирка, в которой мы будем две ночи здесь находиться. Малыш, дом. Вот так у нас берет очень красивая палетка. Спасибо. Это у нас номер палетки 005. Это, кстати, относительно недавнешний завоз в Ильдопоте они появились, и в Липкоше. Но золотом яблоких уже разобрали, поэтому можно не искать. Можно вот поискать их как раз-таки в других сетях. Кисточка номер 15. Это мои любимые шайки для как раз-таки вот такого нанесения. Под смоки. И я мягко прямо наношу на все подвижное вещество. Сейчас этот глазик, наверное, вам не так видно. Я как-то чуть-чуть проверну. Он такой, знаете, цвет очень интересный. Тем, что он такой серовато-коричневый, но в нем такое микро-включение таких вялковых блесточек. И прям хорошенько его набиваю. Моя задача вот этим первым слоем подсушить что? Мою основу, да? Прям таковой прям растушевку мы сейчас никакой не делаем. Слышит, втяну. Да? Да. Кстати, вот с Кикова у вас сходится раньше. Потому что такие стои, вот он иногда хороший. По височку обязательно проходимся вот так. Я люблю оранжевые лобики. Мне эта кисточка мне нравится, что вот у нее такая текстура. Попробуйте, потыкайте на перерыве. Я эту кисточку пробую, да. Спросите, что я в ней делал, я не знаю. Потому что мне не нравился именно образец. Вот я хотел кислопатку, ну такую вот, как лапку. И я вот делал, 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 делал. У меня есть вот такая лапка. Но эту лапку, честно, я так надеюсь, я кистью в том форме. Я прям вот старался по той концепции идти. Она классная. Она именно классная для того, чтобы прям тонко-тонно. Не суть, как ручка бросать в кожу. Такая, конечно, больше клиентская история. А вот эту мне хотелось, чтобы она была как спонж. Классно, контур. Чтобы она была небольшая. Я почему-то не люблю большие кисти для лица. Потому что все время думаю, что смотрю в брендах. Всегда еще делайте, если кто-то там, запланируйте что-то делать в вашем маркетинге. Всегда старайтесь иногда линию от противного вести. Я нахожу в магазин, и в магазинах все кисти для лица вот такие. Для тона вот такие, вот такие, вот такие. Я думаю, боже, у девочек личики это просто кулачок. Я думаю, как вот этой кистью можно накрасить. Смотрите, те же самые бренды наши. Там, ну, есть, конечно, там хорошие. Но большинство дизуль, вот такая кисть для тона. Вот такая просто. Я думаю, ну как? Ну вот как там под глазками пройти? Как там вокруг клубок? Я хотел сделать такую вот кусечку, чтобы прямо так вот тю-тю-тю-тю-тю-тю. И вот видите, и таки стало очень успешно. В первые дни продаж она просто ее снесли. Ее на зоне просто не было. У нас склад пустой оказался. Потому что я думаю, ну вот видите, как бы ты подумал, увидел рынок, и сделал по-другому то, что действительно людям может принести пользу. Видимо, вот через анализ можно многие вещи так делать. Ах, смотри, красиво там. Видишь? Очень. А что это за лёд? Анастасия Баралетин, сатина Кванива. Здорово. Здорово. А ее только вы под глаза нанесли? Ну, я ее могу на жирную кожу на все лицо нанести. Но, а так, зачастую, да. Зачастую я ее делаю под глазки. Потому что все равно у меня есть арбитральные вот эти впадинки. Ну, поняли, да, как бы косточка просаживается. И вот я не люблю, когда она блестится на фоток. Потому что сразу плюс 10 лет. Да, как бы для жизни можно так сильно не мотировать, да. То есть можно чуть пронесить и все. А исполнительно для контента вот тут блик он не нужен. То есть это плохо. Поэтому лучше его разгладить. Все равно макияж для фотки чуть-чуть отличается от макияжа для... Какой еще кто-то пошел? Зашлись. Да. 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 Я вас так поздравляю. Спасибо. Спасибо! Спасибо! Невероятно! Спасибо! 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 Да, правильно! Если честно, мне все время казалось, до знакомства с Настей, я не умею тушевать. Я ее мажу больше. Она себе говорит «У тебя такая тушевка красивая у тебя!» Ты просто ее тяну вот так! Ты ее тянешь! У тебя кисточки такие, что можно надавить вот так вот и вытянуть ее. Девочки, он обивает себе цену. Я тушу их. Я всегда думал. Это просто телец. Это телецы. Они любят, чтобы лишний раз похвалили. Мы в знаки зодиаки верим. Там потравлю. Можно открою. Я умею. Можешь вообще. Можешь. 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 Чтоб темнее сделать, ведь его. Мы вообще один ряд зубинально обезвивили. Ух-х. Да. Можешь, я обезвиваю. Можешь. 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 Ааа. Подписывай. Они в этом. Можно прикрепить, только без криферов. А вообще видно, что? Конечно, как торт красим. Посыпочка. И волосики. Волочок не нужно вжать, я покупаю. Спасибо. Я уже после мастер-класса приехала в нашу квартиру, которую мы снимали. Мы сделали заказ в Фрэнк Байбаста. Путь к сердцу лежит через ребра. Это ресторан Василия Михайловича Баста. Мы решили попробовать ребра и бургеры. И также, так как мы большие любители буз, в Новосибирске есть такой вот хан-буз. Пакет покажу. Вот мы заказали бузы и лагман. Андрюха тоже нас сильно любит их, поэтому это беспроигрышная еда, которая точно будет есть Андрей. Что, вот такие вот красивые ребра в медово-горчичной глазури с картошкой и бургер. Здесь котлета, шампиньоны, это что-то какие-то, не знаю, что, какая-то трава морская, сыр. В общем, пахнет все очень даже вкусно. Надеюсь, что будет и по вкусу так же вкусно. Ну и теперь я хочу показать вам все подарки, которые нам подарили после мастер-класса. Очень приятно. И смотрите скорее, что там было. Это от бренда Миурока две коробочки пучковых ресничек 14-миллиметровых. Также два карандашика для бровей. Эти карандашики, они в дереве, которые нужно точить в 0,1 и в 0,2 оттенках. Также карандашик от бренда Миурока. У него треугольный грифель, а на обратной стороне тоже удобная щеточка для того, чтобы прочесывать брови. Также следующее, что буду показывать, это тушь. Тушь силиконовая щеточка, такая же, как у белорусской туши XXL, очень похожа от бренда Лик. Также помада в оттенке Ольга от бренда Лик. Она с полуматовым финишем, такая помада. И такой вот очищающий спрей для кистей. Также от бренда Лик. Также Тербориан 2 крема, это BB крем и Глоу крем по 15 мл в объемах, по-моему, классные. Также тени двухсторонние в таком нежном розовом и пыльно-розовом оттенках. Также крем от Элемис в формате 50 мл, полноразмерная версия, молочко, вернее, это даже не крем для лица. И вот такой вот двухфазный тонер, он наполовину масляный, ну, собственно, его нужно взбалтывать. И от бренда Patch & Go вот такой вот подарочек в виде крема для лица. Очищающий скраб маски с инжиром. Все тоже обязательно не терпится мне попробовать быстрее, все вам расскажу. Тонер в объеме 30 мл, вполне себе хватит, чтобы его хорошо так протестировать. И последний продукт – это крем. Крем для лица, который также я буду тестировать. С этим брендом я еще не знакома, надеюсь, мне все средства понравятся. Ну и последняя коробка от бренда 7 Days из коллекции BeColor. По-моему, BeColor – это даже отдельный бренд. Классные тоже продукты. Здесь меня встречает сразу же такая розовая яркая косметичка со следующим наполнением. Пудра в красивом таком вот зеркальном футляре, матовая, матирующая, тоже буду пользоваться. И палетка теней в 0,1 оттенке, там раскладка цветов такая, значит, фиолетово-оранжевая интересная. Лайнер для глаз в коричневом оттенке и тушь. Вот такое вот количество подарков было, я осталась в восторге. Ну что, друзья, вот мы возвращаемся уже из Новосибирска. Время у нас 7.32, мы едем по Мочищенскому шоссе, тут вот Нордмол, который всегда нас встречает и провожает, мы ездим в Новосибирск. В общем, сказать, что я счастлива, что я побывала на мастер-классе у Пони Рома, ничего не сказать. Мне очень все понравилось. Мне понравилась его подача, понравилось то, как он это делает. Понравилась его команда, конечно, Василий, с которым он работает тоже. Ему отдельный респект за юмор, за поддержание такой, знаете, дружественной атмосферы. Вот, мне очень все понравилось. Я для себя очень многое, что узнала нового. Очень много у меня появилось, конечно же, косметических отделок. Я очень благодарна спонсорам за подарки. Вот, ну, я вам показывала в предыдущем фрагменте, да, все-все подарки, которые нам подарили. Вот, поэтому это было здорово, это было классно, точно есть над чем подумать. Теперь мне хочется сразу же начать вести запрещенную в России социальную сеть. Значит, вот, так же хочется оформить его красиво, сделать все там ленту, хайлайты и прочее-прочее. Я прошу прощения, что в темноте, просто мы едем уже рано, и на воде еще темно будет. Вот, поэтому как-то так я с большим вдохновением теперь подхожу к этому делу. И надеюсь, что у меня все получится. Я буду работать, я буду работать. Я просто буду работать. Все, друзья, на этом буду завершать свой влог. Надеюсь, он для вас был интересным, полезным. И я очень рада, что вы прожили несколько дней этой поездки вместе со мной. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok